Региональная общественная организация Главный эксперт выставки Безымянников Игорь Иванович, эксперт первой категории Первый ринг Клайкин, эксперт Веричев Борис Сергеевич, эксперт первой категории Ассистент Елпанова Елена Ивановна, эксперт третьей категории Второй ринг Гончий, эксперт Шорохов Александр Михайлович, эксперт первой категории Ассистенты Резванов Ревкат Ревкатович, эксперт третьей категории Мукушев Игорь Евгеньевич, эксперт третьей категории Третий ринг. Норные. Эксперт Кузнецов Сергей Иванович. Эксперт второй категории. Ассистент. Хрепунов Петр Александрович. Эксперт третьей категории. Четвертый ринг. Легавые. Эксперт. Мордвинов Николай Ильич. Эксперт второй категории. Ассистенты. Семенов Александр Александрович. Эксперт третьей категории. Казанцев Юрий Александрович. Эксперт третьей категории. Карельские лайки представлены традиционно мало. В нашем регионе их содержит и оставляет очень мало. Так на выставке присутствовала всего одна собака. Присутствовала одна лосиная норвежская лайка, сука, для которой были приведены замеры. Русско-европейские лайки представлены более широко, особенно на рингах молодых сук, а также в средних и старших группах. Западно-сибирские, как обычно, преодоладают. Также можно отметить высокое качество собак по экстерьеру как среди кобелей, так и сук. Восточно-сибирские лайки отсутствовали на ринге. При этом в Уфе и Башкирии имеется несколько десятков собак без документов. Восточно-сибирских и карельских. Достаточно высокого качества по экстерьеру и со стабильными высокими рабочими качествами. Ринг, гонщик, существенно сократился. Видимо, это связано с урбанизацией. Становится больше городских охотников, а гонщик в квартире никто не держит. Во-вторых, это связано с увеличением охотничьих угодий, где присутствие гонщик становится нежелательным, из-за того, что они работают лишь по зайцам, лицензии на которых стоят недорого и при этом беспокоят копытных, вынуждая их выходить за пределы угодий. Норных всегда было мало, особенно такс, которые, видимо, могут проявлять себя лишь в искусственной норе. Интерес к актерьерам был лет 10-15 назад, потом снизился из-за сложности содержания. В последние годы на выставках присутствуют от 5 до 10 норных собак, в основном и актерьеры, отдельные особи такса и фокс-терьеры. Значительно увеличилось количество легавых, особенно драдхаров. Ранее легавых было меньше, присутствовали отдельные собаки, английский и ирландский сеттер, сейчас это в основном драдхары. Остальные собаки представлены отдельными особями. Отмечается большая разница по параметрам экстерьера, популярность всех пород, радует адекватное судействие и расстановка собак на ринге. Особенно работа экспертов-погонщиков, которые очень популярны и грамотно рассматривают все экстерьерные особенности собак. Дальше смотрите видео без моего нудного голоса. И помните, мы стараемся для вас. Своё мнение о нашем творчестве вы можете выразить при помощи лайков и комментариев. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok